Итак, я чистил слой где-то примерно, знаете сколько, 5-6, в некоторых местах и 8 сантиметров во всей делянке с колоновидными яблонами. Вот, извините, моя тень и солнышко уже на закат идет. Что мы этим достигли? Ну, то есть я, я предотвратил одно действие, чтобы подвой, вернее, чтобы свойства подвоя остались неизменными. И самое главное, чтобы паревой не дал свои корни, не изменяя свойства каралькового подвоя. Что это нам дает, я уже объясню. Может быть и задержка в плодоношении, они у вас нормально года 3-4 плодоносили, обильно потом бац и пропало в плодоношении, то есть ослабло. Вот чтобы этого не было, нужно не допустить, чтобы паревой дал собственный корни. И второе действие. Это то, что сейчас у нас конец сентября и выросшие побеги в этом году должны вызреть обязательно. Особенно верхушечная почка. Если она у нас не вызреет, то значит на следующий год она может быть в зимнее время повреждена морозами и нижние 4-5-6 глазков пойдут в рост. Вот чтобы этого не было, то как действует голая почва? Голая почва действует очень обыкновенно. То есть сейчас при оголении почвы она немножко подсохнет, значит давление сока уменьшится. Влажность и в корне обитаемом слое уменьшится, значит и давление сока. Значит верхушечная почка начнет вызревать. Вот что нам как раз и нужно. Вот при этой работе, как вы видите, вот можете видеть здесь, вот маленькие поверхностные корешки. Они оголились, их можно удалять, можно не удалять. Это не особо важный момент. Вся основная масса, она находится глубже. Вот. И заметили, что срезал я слой почвы и ничего не рыхлю. Рыхление это, как я думаю, это глупейшая работа, которую придумал кто. Ну, вы догадались, конечно, человек. Для чего нужно рыхлить? Я вообще не понимаю. Ну, давайте представим. Вот если вот эта почва, вернее почва в делянке будет рыхлой, то скажите мне, пожалуйста, как деревья, деревья будут держаться в этой почве. Вообще не представляю. Вы можете себе представить, нет. И зачем рыхлить, если сейчас после листопада мульча будет водружена в эту делянку. То есть мульча это и есть тот рыхлый слой, который должен лежать на поверхности почвы. А сама почва должна быть, что не наесть твердой, но и твердейшей, но пористой. То есть все те ходы, которые остались от червей, от слизней, от улиток и от другой живности, ну то есть от истинных земледельцев, она должна быть обязательно. На этом все.